Мне кажется, что гитара совершенно особенный инструмент, именно потому особенный, что совершенно по-разному может звучать. Вот из всех инструментов она, насколько она может звучать грубо, жестко, настолько же она может быть совершенно невероятно какой-то романтично-призрачной, в общем, с таким лирическим наполнением, что ее невозможно слушать, не отдавая какие-то душевные свои порывы. И надо сказать, что этому меня научил это понимать, что гитара может быть совершенно другим инструментом, другим, то есть мягким, нежным, призрачным даже, как будто во сне звучащие звуки. Научил меня этому Александр Леницкий. Я услышала его, ну, после того, как вообще для меня гитара, ну, это вот или очень слабое сопровождение в руках барда Министрелли, или очень грубое насилие над инструментом, когда это почти ударные. Ударные, вот, ну, я уж не говорю в роке, как звучит жестко. И вот это одна гитара, но вот то, как ее чувствует Александр Леницкий, это совершенно невероятно. И мне повезло, мне повезло, потому что несколько лет получилось так, что мы выходили вместе на сцену, и это, естественно, требовало репетиций. И вот, если говорить, вот у Анатолия Васильевича Эфроса была такая чудесная фраза «Репетиция – любовь моя». Вот репетиции с Александром Леницким для меня были просто праздником, потому что он так чувствовал вот те самые невесомые песни, которые требуют, вот, уже знаете, есть тишина, есть супертишина, еле различимая, как мы иногда через туман видим какую-то картинку, так и через туман можно услышать и создать звук. Вот такая гитара у Леницкого Александра, хотя и ему сегодня подвластны, по-моему, все жанры – и джаз, и баллада, и, в общем, ну, любой жанр в его руках оживает и становится прекрасным. И мне кажется, мне очень хотелось бы, чтобы вы послушали, послушали, как играет этот музыкант, как он чувствует мир, потому что что такое его игра? Это его чувство мира, его философское отношение к нему – это доброта и свет. Ну, надеюсь, что вы меня услышали.